Хирурги Движения хирурга-профессионала всегда скупы, точны и в его действиях отсутствуют лишние движения. На самом деле это применимо абсолютно к любому виду деятельности, которая связана с каким-то крафтом, вы понимаете, да? То есть человек должен работать руками. Что заставляет людей становиться хирургами и через что им приходится пройти, прежде чем они достигают хирургических вершин? Я хочу рассказать вам историю одного хирурга, если быть точнее, наверное, мою историю. Наверняка многие из вас в детстве и юности играли в компьютерные игры. Некоторым нравились стрелялки, некоторым симуляторы. Я предпочитал квесты или роллплейнгейм. Это игры, где, чтобы достичь определенного прогресса, необходимо выполнить цепочку заданий. Самый известный русский квест наверняка вам знаком. Это типа «пойди туда, не зная куда» или «принеси мне то, не зная что». Ну, это шутка, конечно. В жизни самый первый квест из вас наверняка выполняли в глубоком детстве. И первым человеком, который просил вас его выполнить, была наверняка ваша мама. «Сына, сходи за хлебом, а на сдаче можешь купить себе мороженое». Это была ваша первая навязанная кем-то извне бифуркация. Если вы отказываетесь от задания, вы не получите мороженое. Тем не менее, чтобы в следующий раз получить мороженое, вы можете сами сформировать бифуркацию действия, необходимого для достижения искомого результата. «Мама, а тебе ничего не нужно купить в магазине?» Точка бифуркации – это состояние системы, когда очень маленькое воздействие приводит к глобальным изменениям и очень сильно влияет на будущее. Наша жизнь состоит из таких маленьких и не очень квестов, приводящих к непосредственным или отдаленным результатам. Я сейчас вам привел пример бифуркации с непосредственным результатом. Давайте попробуем рассмотреть пример с отдаленными последствиями. В детстве многие из вас мечтали кем-то стать – спортсменами, шоферами, врачами, космонавтами, в конце концов. Это была наша первая цель, к которой мы стремились. И не важно, что потом конечная цель может измениться, важно, что мы сделали, чтобы ее достигнуть. Мы учились ставить цели и достигать их, инициируя свою собственную бифуркацию. Итак, мы назовем ее «Инициирующая бифуркация». Вам, наверное, интересно, как это произошло у меня. Представьте себе первый класс, урок музыки, где сидят первоклассники, где сидела я. Свет в классе приглушен, на окнах плотно задернутые шторы. Учитель всегда просил нас закрыть глаза, слушая музыку, и начинает звучать одна из частей реквиема Моцарта. Тихий и вкратчивый голос учителя вещает. Представьте себе картину. Операционная, на столе тяжелый больной, и хирурги пытаются спасти ему жизнь. Вы знаете, что в этом произведении есть моменты, в которых явно прослеживаются элементы борьбы добра со злом, или жизни со смертью, или темного и светлого, назовите как хотите. Учитывая, что это был реквием, и там все-таки есть такая часть, как лакримоза, или если по-простому, то слезливая, то становится понятно, что в конце этого произведения учительница сказала, что смерть победила, хирурги проиграли. До сих пор помню свои смешанные чувства. Как же так? Почему они могли проиграть? Ведь в жизни все так радужно. Светит солнце, растет трава, небо голубое. Неужели смерть существует? С тех пор я недолюбливаю эту музыкальную композицию. Но точно знаю, что после этого урока я твердо решил стать хирургом и доказать, что смерть тоже умеет проигрывать. Все мои действия были направлены в достижение этой цели. Я мог много раз свернуть с этой дороги. У меня возникало множество управляющих различных дефуркаций. До сих пор помню, как впервые побывал в операционной, это было довольно рано, на втором курсе военной медицинской академии. Договорившись со своим старшиной курса, жили мы на тот момент в общежитии казарменного типа. Убежать было не так просто, приходилось прятаться, спускаться по окнам. Причем это был целый квест настоящий. И в этом институте скорой помощи я впервые попал в операционную. Заглянул, где шла банальная аппендектомия. Заглянув в рану, я вообще ничего не понял. Все такое красное, бесформенное, непонятное. В голове сразу возникла мысль, как они вообще в этом что-то понимают. Разбираются, появилось чувство внутренней неуверенности. Я не был уверен, что я смогу справиться с этим. И на самом деле очень важно в жизни встретить правильного человека или учителя. Особенно важно это для хирурга. Настоящий учитель развеет твои сомнения и поможет в становлении. А плохой учитель лишь усилит твою неуверенность. Мне повезло в этой жизни с учителями. Я хочу назвать их имена, для меня это важно. На картинке вы можете видеть Валерия Владимировича Бояринцева. Это первый мой хирургический учитель. Я очень благодарен ему. Ну и, собственно, внизу это я. Видите, мы тоже были обыкновенными студентами. Поэтому... Он был не просто хирургическим учителем. Он был примером для подражания, даже скорее учителем по жизни. Он работал на кафедре военно-полевой хирургии. Именно на этой кафедре я выполнил тот самый свой, самый злосчастный аппендицит, уже будучи на шестом курсе академии. А также многие другие манипуляции, операции были освоены именно на этой кафедре. С третьего курса я практически жил на кафедре. И каждое свое свободное время пытался выкроить для того, чтобы пойти на кафедру подежурить. Некоторые для меня теперь уже базовые принципы были взяты именно у этого учителя. Креативность, целеустремленность, критический научный подход. Он впервые в 98-м году познакомил меня с принципами доказательной медицины. Это было революционное понятие для того времени. Мне нравилось учиться. Я закончил академию с одной четверкой по истории России. Наступил момент распределения. Меня, молодого лейтенанта медицинской службы, вы можете видеть меня на картинке, распределили в один из городов, где оказывали... распределили в Волгоград. Несмотря на мое твердое желание распределиться в один из городов, где оказывалась медицинская помощь раненым военнослужащим. Тогда еще активно шла вторая чеченская компания. Если вы играли в игры, наверняка вы знаете, что такое чит-коды. Они значительно могут облегчить игру и сразу принести вам много золота, создать хорошую армию. А был самый крутой код — это бессмертие, наверняка знаете. Так вот, в нашем жизненном квесте тоже есть такие коды. Это влиятельные знакомства или блат. Также к чит-кодам, на мой взгляд, следует отнести богатство. После распределения я единственный раз использовал чит-код своих связей и был распределен по блату в 135-й медицинский батальон в городе Владикавказа. На тот момент он работал на базе Владикавказского госпиталя. И именно эта бифуркация позволила мне погрузиться в настоящую работу неотложного хирурга, то, к чему я себя готовил все годы учебы в академии. Два года самостоятельной работы дали мне очень много. Я значительно вырос в техническом плане и почувствовал, как говорят, хирургическую уверенность. Я точно знал, что буду делать дальше. И спустя два года я поступаю в аспирантуру, то есть в аспирантуру на родную кафедру. Однако, как оказалось, за два года много что успело измениться. Не в лучшую сторону, к сожалению. И эта сформированная мной бифуркация чуть было не привела меня в тупик. Шли активные изменения в медицине, внедрялась система ОМС. Академию туда не пускали. И всех больных с тяжелыми травмами, ранениями, острыми хирургическими заболеваниями везли в городские больницы. Неделями на кафедру никто не поступал. Мизерная зарплата военного позволяла мне снимать маленькую комнатушку в пригороде. И почти все оставшиеся деньги мы с супругой тратили на содержание нашей дочки Софьи. Нам частенько приходилось ездить зайцами в электричках. И меня на тот момент, капитана медицинской службы в форме, не раз высаживали из электрички. Также иногда мне приходилось лазать через забор Финляндского вокзала. В кармане была только одна десятка. На дорогу либо туда, либо обратно. Это было довольно унизительно. Но в этот период, в 2004 году, армию лихорадила. И она тоже была в процессе реформирования. Пожалуй, это был самый сложный период в нашей жизни. Еще один фактор, который в дальнейшем сильно повлиял на мою судьбу, это тема диссертационной работы, которую определили для меня. До сих пор я помню клеточные механизмы раневого процесса при современной боевой травме. Очень классная работа могла бы получиться. Мне было интересно, поскольку эта тема предполагала помимо клинической, еще и экспериментальную часть. Моя задача была проста. Понять закономерности развития септического процесса в зависимости от тяжести нанесенного ранения. Надеюсь, не утомил вас. Составив план эксперимента, я почти на месяц углубился в его осуществление. Учитывая, что моделью для эксперимента были свинки, вы их можете видеть на картинке, я фактически получил в свое распоряжение настоящий вэтлаб и мог отрабатывать кое-какие хирургические техники, используя животных. Учитывая, что на тот момент операции для меня были большой редкостью, учитывая сложившуюся ситуацию, для сохранения мануального навыка это было крайне важно. Хирург – это ремесленник, он обязательно должен постоянно что-то оперировать либо ассистировать. Это крайне важно. Это была тяжелая работа, я сутками проводил время на полигоне с коллегами и со свинками. Я даже придумал новый способ наркотизации свинок перед экспериментом. Ну то есть это нужно специальный укольчик сделать, чтобы свинка упала, и мы ее отнесли дальше уже в специальную лабораторию. Раньше для этого использовали грубую силу и требовались усилия как минимум двух взрослых человек, и это сопровождалось реальной борьбой, визгами, криками и даже иногда травмами. Я же аккуратно и тихо подходил к загону и, свесившись через деревянное перило, делал укольчик в заднюю часть ближайшего ко мне животного. Это происходило очень тихо, и учитывая толстую кожу, животное почти никак не реагировало. Этот способ был моими друзьями назван индейским. Поэтому вы можете видеть индейца на картинке. Был и весьма приятный момент. В нашей семье наконец в рационе появилось мясо. Поскольку после безболезненного выведения животного из эксперимента у меня была возможность забрать часть домой. Через месяц, набрав необходимое количество проб для определения цитокинов, это такие маркеры, на основании которых я должен был построить свою работу, докладываясь на кафедре и посчитав количество финансовых затрат, необходимых для определения них, я пошел с докладом к своему шефу, на что получил ответ, в Академии сейчас таких денег нет. И это была чистая правда, времена для армии были очень тяжелыми. Итак, хирург без операций, ученый без диссертации, глава семьи без средств к существованию. Вот мой статус на тот момент. Вот тут я что-то приумыл, как говорят. И мне помог один очень хороший человек, член-корреспондент Игорь Александрович Хирюхин. Это был блестящий ученый, хирург, эрудит. Он мыслил междисциплинарно и крайне нестандартно. Я помогал ему с оформлением его работ, презентациями, лекциями, и можно сказать, что мы очень сдружились. Видя меня в таком удрученном состоянии, он спросил, с чем это связано, и я объяснил. Он еще раз меня спросил, что ты хочешь от этой жизни. Я твердо ответил, что я всего лишь хочу стать хорошим хирургом. С легкой руки этого человека, вы можете видеть его на картинке, генерал-майор медицины, он познакомил меня с главным врачом онкодиспансера. Картинка тоже сбоку. Я хотел ходить туда, ассистировать, на операциях помогать в ведении больных. Сказать, что я испытал шок, придя в операционную, значит ничего не сказать. Помните про первый аппендицит на втором курсе? Я испытал нечто похожее. Большая онкология в экспертных руках выглядит как волшебство для неопытного хирурга, которому очень хочется прикоснуться и приобщиться. Цели мной были тут же сформулированы, принят план, который кардинальным образом менял все в нашей жизни. Это было одно из самых сложных решений – снять погоны и расстаться с армией. Но по-другому осуществить мой план было невозможно. Я был вынужден прервать большую военную династию. Мой прадед, дед, мой отец – все были военными. Мне нравилась форма, погоны. Для меня много значила офицерская честь, чувство долга, родина, все, что связано со служением Отечеству. Процесс увольнения был крайне болезненным, сложным, долгим. Все это происходило в течение полутора лет. Но я все это время проводил хирургии в онкодиспансерии. Это позволяло мне каким-то образом отвлечься. Моим последним и самым главным хирургическим учителем, я считаю, Шостку Кирилла Георгича, вы можете видеть его на картинке. Это блестящий хирург. Я впитывал, анализировал каждое движение этого блестящего хирурга. Я продолжал жить в хирургии, жить в диспансере. Я снова почувствовал вкус к жизни. Мои глаза опять улыбались. И не беда, что мне пришлось искать деньги на платную гражданскую ординатуру по хирургии. И не беда, что моя семья поменяла 5 или 6 коммунальных квартир в период моей учебы на базе диспансера. На мой взгляд, это уникальное учреждение, где проводилась настоящая позитивная селекция кадров. Что я имею в виду? Завершая ординатуру, произошло еще одно событие, еще одна бифуркация. В то время еще оперировал главный врач Ласладилович Роман, прекрасный человек. Я должен был ассистировать ему на неделе на нескольких операциях. Зайдя в операционную, Ласладилович встал на место ассистента и уступил мне место оператора. Я не ожидал этого. Но справившись с волнением, я выполнил в его ассистенции резекцию толстой кишки. На следующий день история повторилась, только мне пришлось выполнить уже тотальную гастроктомию, то есть полное удаление желудка с ручным анастомозом, соустем между пищеводом и тонкой кишкой. Это было настоящее серьезное испытание для начинающего хирурга-онколога. Но я справился. На следующий день Ласладилович пригласил меня в кабинет и сказал, пиши заявление на работу. Именно так должны приниматься на работу хирурги. Есть только один критерий. Что ты умеешь делать в операционной и как ты это делаешь? Как говорил академик Амосов, все корочки звания вторичны. Операционная всех равняет. И профессоров, и простых координаторов. Если бы все главные врачи в нашей стране использовали этот принцип, то проблем с хирургией у нас было бы гораздо меньше, поверьте. А дальше было еще очень много бифуркаций. Бифуркация – потеря первого больного. Вы не можете представить, что чувствует человек, хирург, который потерял своего больного. Бифуркация – как не стать рвачом, а остаться нормальным человеком и врачом, не повредив свои принципы и не уступив никому. Бифуркация – перехода на новое место работы и так далее. Их на самом деле очень много. Я не упомянул и 50% тех непростых решений, которые могут встречаться на пути врача, хирурга и просто человека. И не факт, что эти решения приведут хирурга к встрече с хорошими учителями, просто людьми. Это в настоящее время большой фактор нестабильности. Сейчас хорошими хирургами становятся не благодаря, а вопреки системе обучения. Проблем в медицине очень много. Вы о них наверняка знаете. Разрыв, отсутствие продуктивного контакта между медицинскими чиновниками и практикующими медиками, отсутствие эффективных действий со стороны министерства, стена между пациентами и врачами, отрицательный образ медработника в обществе, подогреваемый СМИ, отсутствие понимания между юристами и врачами, несовершенство законодательства Российской Федерации, создание термина ядрогенного преступления, введение уголовной ответственности за любую ядрогению, вопреки мировой практике и здравому смыслу. Устаревшая система обучения профессиональных кадров, отсутствие возможности прожить на одну зарплату доктора, тотальное профессиональное выгорание, отсутствие истинной коллегиальности и корпоративности, отсутствие объективной оценки качества профессиональной подготовки, в том числе и хирургов, что очень важно, отсутствие системы палеотивной помощи, психологического сопровождения тяжелых больных, катастрофическая недооценка труда медиков и, как следствие, обесцениванием базовых качеств доктора, альтруизм, самопожертвование, бескорыстность, желание помочь и доброта, интеллигентность. Я так думаю, что с некоторых пор в медицине хорошо живут только настоящие бизнес-акулы. Общество врачу – ты обязан. Минздрав врачу – ты обязан. Совесть врачу – ты обязан. И после этого мы можем еще увидеть в СМИ вот такие заголовки. Да, я обязан. Я делаю все, чтобы соответствовать этому высокому званию. Но все ли делает наше общество, Минздрав, для того, чтобы обеспечить нормальное существование обычного хирурга? Не уверен. Вы, наверное, знаете, что в марте месяца мне был установлен тяжелый диагноз – рак желудка. Я прошел уже 4 курса химиотерапии. Вчера вечером я обсудил свою клиническую ситуацию с коллегами, которым я доверил свою жизнь. И они настоятельно мне советуют довести количество курсов до 8. Доказательной базы этого подхода в настоящее время нет. И нами руководит, и мы руководствуемся сейчас только логикой и здравым смыслом. Большие клинические исследования на эту тему никто не проводил пока. Я сейчас стою, пожалуй, перед самой своей главной бифуркацией в жизни. Как будут развиваться события дальше, вы скоро узнаете. В завершение я хотел бы поблагодарить свою семью, мою супругу, моих детей за то, что они всегда были со мной, меня поддерживали, не давали права остановиться на своем пути. Не буду желать вам легких бифуркаций, потому что в жизни без чит-кодов они невозможны. Просто пожелаю почаще делать правильный выбор. Удачи всем вам и большое здоровье! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.